Мур, привет друг, это Зверько. И пока Маша не вышла, хочу ответить на некоторые вопросы и объяснить, как работают три полоски хп у Маши. Итак, при нанесении урона и снятии полоски хп, Маша получает короткую неуязвимость. То есть входящий гигантский урон прерывается. Например, Алдос с фулл стаками может снести одну полоску хп за удар. Итого ему нужно будет нанести три удара, чтобы убить Машу. Но не забываем о его оглушении щитом второго навыка. Так что воевать против Алдоса придется на скилушечке. Теста с Алдосом показать не могу, у меня нет напарника, а стакать в практике слишком долго. Покажу на Эйдоре. Если Маша не собирает ничего на защиту от магии, то за прокаст Эйдора может снять две полоски из трех. Если же Маша берет щита Финны, то теперь лишь только одну полоску. И это при полном билде Эйдоры. Такая способность делает Машу отличным персонажем против ванпатчменов, убийц одним ударом. Теперь посмотрим на навыки, которые берут расчет максимального хп. Например, Хуфра вторым навыком. По Фреи 15 уровня наносит урон меньше, чем по Маше 15 левела. Значит, в расчет берутся все три полоски хп Маши. А вот если Машу атакует Леоморд, то он активирует свою пассивку с критами каждый раз, когда начинает заканчиваться каждая полоска хп. Теперь посмотрим по предметам. Клинок Отчаяния. Этот меч хорош против Маши, потому что его усиление активируется на 50% от существующей полоски. И это усиление продолжает наносить свой урон еще 2 секунды после сбива полоски, тем самым повышая свой урон в минуту. Другая ситуация с Клинком Охотника на Демонов. Он также берет за урон количество хп существующей полоски, и постепенно его урон снижается. Теперь про предметы на Маше. Например, щит Афины. Не сгорает при применении второго навыка, а выжигаются сразу хп Маши. Крылья Королевы Апокалипсиса. Крылья Королевы Апокалипсиса. Не срабатывают на горение от навыка. Триггером пассивки послужит исходящий урон от любого противника. И пассивка будет срабатывать на существующей полоске хп. С другой стороны, Золотой Метеор без проблем работает при снижении хп. Даже от скилла. Но все еще на действующей полоске хп. Так вот, мне эти предметы не нравятся на Маше. Потому что Маша получает максимальное свое усиление на третьей полоске. А если ты купил эти предметы и у тебя две или три полосы, то предметы сработают до максимального усиления и уходят в продолжительное кд. А бегать с одной полоской не вариант из аванпачменов, о которых рассказывал ранее. Что у нас еще остается? Это Бессмертие. Бессмертие срабатывает, как и предписано, восстанавливая часть хп и навешивая небольшой щит. Отмечу, не все заметили, Бессмертие сейчас дает не магическую защиту, а физическую. Будьте внимательны. Итак, Маша, это контрванпачменов. У нее при расчете максимального хп также берутся в расчет все полоски, а при расчете остатка хп лишь действующая полоска. Надеюсь, я разобрал для тебя значение трех полосок. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал, делись этим видео с друзьями и ставь лапки. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok